Дело было еще в моей молодости, в далекой деревне у бабушки. Мы, молодые, по вечерам собирались за деревней, на небольшом пыточке леса, практически посреди поля, который по каким-то причинам фермера оставили нетронутым. Разводили костер и сидели по вечерам, рассказывали истории и анекдоты. Одним словом, безобидное деревенское времяпровождение. И вот как-то раз со стороны леса послышался странный звук. Мы такого никогда не слышали. То ли вой протяжный, то ли стон, то ли все как-то вместе в едином порыве. Даже парням тогда стало не по себе. Холодок какой-то неприятный по спине пробежал. Девчонки завизжали и побежали в деревню. Мы с парнями остались. Во-первых, костер не бросишь, надо затушить. Во-вторых, надо перед девчатами марку держать, чтобы не думали, что мы слабаки. Сидим, прислушиваемся. Через какое-то время начинает казаться, что вообще все послышалось. Девчонки убежали. Теперь тут сидеть совсем никакого интереса нет. Ждем, пока прогорят последние веточки, чтобы костер затушить и отправиться по домам. И только расслабились, как со стороны леса снова тот самый стон. Не дальше, не ближе, а с того же самого места. Снова стало очень неспокойно на душе. В той стороне, возле леса овраг, скорее всего, стоны были оттуда. Решили пойти и посмотреть, что там такое. Вроде старики в деревне рассказывали, что в соседней деревне мужик пропал. Пошел за грибами и не вернулся. Да и дядька вроде как местный. Все места знает с детства, не заезжий какой-нибудь. А вдруг с человеком беда какая приключилась. Вот он и выполз к людям, упал в овраг. Силы его покинули, лежит, стонет. Так просто уйти нельзя, надо проверить. Благо нас трое было, все здоровые и молодые. Ну, потихоньку пошли. Подошли к краю оврага. Смотрим. Вроде ничего. Знать бы точно, откуда стоны раздаются. И тут вдруг как завоет, словно под ногами. Смотрим. А там что-то серое лежит, похоже на собаку. Но в деревне таких собак нет. У нас все рыжие и черные. Присмотрелся я. Да это же волк. И чего он там валяется? Кто-то из парней предложил камнями закидать, пока не кинулся. Я остановил смельчака. Говорю, хотел бы. Уже бы давно подкрался бы и кинулся. Неужели по голосу не слышно, плохо животному требуется помощь? Так это же волк, какая ему помощь? Воскликнул инициатор. Любому может помощь понадобиться. Сказал я тому смельчаку. Сейчас уже и не помню, кто это был тогда с нами. Летом приезжают разные дети, знакомятся с деревенскими, ходят, изображают что-то из себя. Кажется, одним из таких приезжих и был третий наш участник приключения. Вторым был Дима, тоже с нашей деревни. Спустился в общем я во враг и увидел волка. Большого такого, лежит на боку, дышит тяжело, а на лапке капкан болтается. Сразу оценив обстановку, я понял, что у зверя хватило сил оторвать капкан, а освободиться до конца не получилось. Вот и бродил он в таком состоянии по лесу, пока не начал слабеть. Вот интересно только, кто же по лесу такие капканы ставит? Запрещены они уже много лет. Интересно, как волк во враге оказался. А может и вправду к людям шел за помощью. Надо было что-то делать. Рожать капкан не проблема. Проблема, что животное с такой лапой дальше делать будет. Я, как деревенский житель, прекрасно понимал последствия таких травм. Папа до сих пор со слезами на глазах рассказывает иногда, как ему пришлось пристрелить коня, который ногу вывихнул. Просто поскользнулся на льду, а потом сустав начал раздуваться и гноиться. Вот только ветеринаров в те годы в деревнях не было, да их и сейчас нет. Если что-то случится, то в район везти надо, либо на дом вызывать. Мы недавно всей деревней скидывались, чтобы оплатить приезд ветеринара, собакам прививки поставить. Да, прививки бесплатные, а вот бензин, чтобы к нам приехать, уже нет. Ладно, надо было что-то с волком делать. Я позвал Диму, и мы вместе подняли волка из оврага. Тот не шевелился, не сопротивлялся, только тяжело дышал и смотрел в глаза, словно в самую душу заглядывал. Что делать? Конечно, ко мне домой. У меня сарай пустой, а у Димы бабушка злая, и сестер с братьями много. А тут все-таки зверь дикий, мало ли чего. Товарищ тот, которого не помню даже, всю дорогу шел и восхищался. Какой здоровый волк, какая шкура должна быть огромная. Стоит дорого. Да уймись ты. Пока с тебя самого шкуру не спустили, прервал я его. Дотащили волка до сарая. Ему уже совсем плохо было. Я пошел будить Люду, сестру мою. Она собиралась в медицинский институт поступать. В лекарствах и врачебной помощи разбиралась не хуже фельдшера местного. Сестра с просонья ничего не поняла. Зато потом, как увидела пациента, чуть глаза на лоб не вылезли. Что ж вы капкан-то не сняли, ему ведь больно, сказала Люда. Я рожал капкан, освободил лапу и кинул ловушку в угол сарая. Людка начала хлопотать с перевязками, а потом вдруг замерла. Тряпки несите, говорит, у бабушки в шкафу много чистых приготовлено. Зачем? Спрашиваю недоуменно. Кажется, ты скоро станешь папой. Волчица это, и она рожает. Сказала Люда. Я побежал в дом и притащил старые простыни и наволочки, которыми уже не пользовались, но бабушка хранила их для всяких неотложных дел. Утром я стал счастливым обладателем четырех волчат и одной волчицы. Лапа оказалась не так уж сильно была повреждена. Волчица давно носила этот мрачный браслет и, видимо, уже к нему приспособилась. А вот роды ее застали врасплох, прямо во враге. Вряд ли бы она выбрала это место своим логовом, так близко к жилью человека. Капкан я потом отнес к леснику, и тот обещал выяснить, чьих это рук дело. Волчата подрастали, и когда пришла пора учить их премудростям, волчица увела их в лес. После освобождения из капкана она практически даже и не хромала, так что, думаю, справится. Не зря же она сама выросла в лесу. Прошло немного времени. По окончанию школы Люда вместо училища вышла замуж и родила двух мальчиков-близняшек. Я до сих пор их путаю, когда они ко мне по одному заходят. Шустрые были мальчишки, пока мелкие в деревне жили. Однажды, кажется, старший посадил второго дома, велел сторожить, а сам пошел в лес. Что ему там понадобилось, не могу точно сказать, в какую игру они играть задумали. А только, естественно, он там и потерялся. Но самое главное не это, а то, что второй малыш, который дома остался, ни в какую не выдает брата. Говорит, нельзя братьев предавать, не выдам и все. Им тогда года по три было не больше. Наконец удалось узнать, что в лес пошел. Да только разве от этого легче? Лес вон какой огромный. Ближайшая деревня километрах двадцати. Люда в слезы, муж ее тоже весь затрясся, городской он, одним словом. Я схватил ружье и отправился на поиски. Но куда ребенок мог за полдня уйти? Явно же где-то недалеко. Однако не все так просто оказалось. Вечерело, сгущались сумерки. В лесу темнеет вообще очень быстро, солнце только коснется верхушек деревьев, как уже начинают тени всякие мерещиться. Ходил я по лесу, пока совсем не начал на деревья натыкаться. Пошел к Диме, рассказал, что у нас случилось. Тут он кому-то позвонил, и с рассвета мы уже большой толпой отправились на поиски. Разделили лес на сектора и каждому по участку определили. Иду, кричу племяннику, а сам думаю, как он ночь в лесу провел. Я читал где-то, что маленькие дети имеют такую особенность, когда теряются в лесу, они не кричат, не зовут на помощь, а просто прячутся куда-нибудь. Замирают, словно зверьки лесные, и могут даже на голос не откликнуться. Может, инстинкт какой-то древний просыпается, может, еще какая-то реакция в организме происходит. И это очень осложняет поиски. Главное тут не терять надежды на лучшее. Ну и я не терял. Вот уже солнце стало подниматься над лесом. Я вышел на просеку. Смотрю, под деревом спит мой племянничек, а вокруг него лежат волки, греют своими телами. Меня увидели, скалиться начали. Потом принюхались и отошли в сторону, как будто что-то почувствовали. Малец проснулся, увидел меня и обрадовался. Вот так волки спасли моего племянника. Были это те самые волки, которые родились у меня в сарае или другие, я так и не узнал. Но то, что добро всегда возвращается, это я знал точно. Парни выросли и воплотили сразу две мечты своей матери. Один стал врачом, а другой ветеринаром. Живут в городе и иногда навещают старого дядьку. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok